Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. И сегодня я хотела бы с вами поговорить на тему, как выучить испанский язык, когда вам далеко за 40, за 50. Некоторые даже страдают, что, может, за 30, они не могут выучить язык, и для них это огромная проблема. Доходит иногда вплоть до того, что я читаю в соцсетях. У стран Латинской Америки есть один огромнейший недостаток. Там говорят на испанском языке. Нет, то, что говорят в странах Латинской Америки на испанском языке, это огромный плюс. Почему? Ну, потому что учить испанский язык достаточно просто. А большинство населения бывшего постсоветского пространства, которые считают, что не знают английский язык, да, есть люди, которые говорят на английском совершенстве, и не меньший процент тех людей, которые на испанском говорят совершенстве. Но если ваш уровень английского языка твоя меня не понимает, и вы думаете, что вы там поднапряжетесь и за месяц, за два дотянете там до уровня B2 свой английский, то, потратив ровно столько же сил, испанский у вас будет на более высоком уровне. Поэтому для меня то, что в странах Латинской Америки говорят на испанском языке, это, наоборот, огромнейший плюс. Это не только потому, что перед этим я жила в Испании, говорю на испанском языке, знают язык, но просто на самом деле испанский язык намного легче выучить, чем английский. Поэтому если вы собрались в эмиграцию в Аргентину или в одну из других стран Латинской Америки, учите испанский язык, причем начинайте учить его уже сегодня. Как его учить? Это уже второй вопрос. Но сначала я хочу начать с того, как не надо учить ни один язык, и в том числе, как не надо учить испанский язык. Это те ошибки, которые я видела у других людей, и которые начинают так, и потом попадают в большие проблемы. Во-первых, не надо учить ни один язык мира по разговорникам, потому что разговорник – это набор фраз, зачастую вопросов без ответов на эти фразы, которые вас приведут в тупик. То есть на самом деле я встречалась с такими людьми, которые вот этих понакупают разговорников, а потом «а я ничего не понимаю, а я не знаю, как там дальше идти, куда идти, как строить фразы и слова, не понимаю, ничего не понимаю». Ничего удивительного. Более того, если вы считаете, что вы отправитесь куда-то в путешествие только с одним разговорником – весна, ветерок, прекрасно. И он вам поможет, вы глубоко ошибаетесь. Почему? Ну, потому что по разговорнику вы-то вопрос зададите, а вот когда вам ответят на него, как вы поймете, что вам ответили? Ну, никак. Поэтому для успокоения своей души вы, конечно, можете себе купить, но отложите эти разговорники на дальнюю полку и не начинайте с них. Вторая ошибка, когда покупают учебники из разряда «испанский язык за месяц» или «испанский язык за три урока» и так далее. Но вот это вся маркетинговая шелуха, которая у вас только отнимет время и ничему вас абсолютно не научит. Поэтому не надо ждать чуда, что, прочитав книжку «Испанский язык» за месяц, вы начнете в совершенстве говорить на испанском языке. Но дай бог, чтобы вы научитесь спрашивать, кого как зовут, здороваться и так далее. Ну, невозможно ни на одном языке, если вы не какой-то там супер-вундеркиндер, заговорите за месяц в совершенстве. Вы только начнете понимать слова и строить фразы за месяц, если будете учиться каждый день. Третья частая ошибка. Люди, выбирая страну для эмиграции, считают так, вот приеду я в страну и там уже начну учить язык. А то вдруг я туда не доеду, вдруг я выберу другую потом страну, а зря потратил время, а тут что-то учил. Нет, когда вы начинаете учить любой язык, это не трата времени, это вложение в себя. Даже если вы потом выберете другую страну, какие-то основы, азы другого языка, во-первых, вы не знаете, когда они вам, возможно, понадобятся, а во-вторых, как бы навык, приобретенный при изучении одного языка, вам всегда поможет потом лучше изучать другой язык. и вот эта вот присказка «я приеду, погружусь в языковую среду и заговорю», я не знаю, кто это придумал и как вообще это работает, потому что если говорить с физиологической точки зрения, да, вот как говорят, ну, дети же не учат язык, на котором они говорят, начинают говорить, да, но эта функция работает до 6 лет, то есть если вам меньше 6 лет, ну, окей. Если же вы выросли из возраста детского садика, то эта функция у вас, она отключена, она не работает. Если хотите в этом убедиться, элементарно, да, погрузите себя в языковую среду, запритесь в доме на неделе, в своем собственном доме, и включите сериалы на испанском языке, слушайте их, заговорите через неделю, ну, окей, вы вундеркиндер, и, значит, возможно, вы заговорите на этом языке, когда приедете и погрузитесь в языковую среду. Все очень просто проверяется. Возьмите, создайте себе эту языковую среду, включив сериалы без переводов, без субтитров, без ничего, и посмотрите, как вы начнете говорить через неделю, через месяц, насколько вас хватит рассчитывать на то, что вот вы сюда приедете, начнете с местными общаться. Вы можете себе представить экспрессивного латиноамериканца, с которым вы будете говорить на пальцах, и у которого хватит терпения вас слушать больше пяти минут. Люди будут просто очень быстро терять к вам интересы, если они не понимают, о чем вы говорите, но они могут ради воспитанности посмотреть, послушать вас один день, и на этом ваше общение, оно закончится. Поэтому это все просто элементарная глупость. Не слушайте тех, которые говорят, а вот мы приехали без знания языка, погрузились и заговорили. Но заговорили так, что даже через 25 лет их мало кто понимает, кроме их самих. И зачастую еще бывает с таким наречием простолюдинским, что просто стыдно, когда люди начинают так говорить, потому что не нужно забывать, что в той же Аргентине, в принципе, в любой стране Латинской Америки существует кастовость, никуда вы от этого не денетесь. И есть речь, как говорят простолюдины, и есть речь среднего класса, есть речь людей более высокого класса. И поэтому уж лучше начать все-таки изучать литературный испанский язык, а не тот, на котором говорят на улице. И неизвестно там первоначально, в какую вы там попадете, в эту языковую среду, откуда начнете пополнять свой словарный запас. Поэтому словарный запас лучше пополнять из учебников, интересных фильмов и так далее. Ну и теперь мы переходим непосредственно к теме, как же все-таки выучить испанский язык в любом возрасте, ну или даже когда тебе за. Я начала учить язык, когда мне было за 40. Как я его учила? Я пошла в книжный магазин, накупила книг, обложилась ими, из этой кучи книг выбрала пару книг, те, которые наиболее подходят мне, по моему темпераменту, по моим методикам восприятия материала, и начала учить. Сначала в любом языке все равно нужно выучить правила. Без правил, без знания построения предложений, без спряжения глаголов и так далее ни один язык невозможен. Поэтому, когда вы начинаете учить язык, он начинается примерно у всех одинаково. И это нужно делать по учебникам. И дальше уже все зависит от вас. Есть визуалы, которые, как я, я пока не прочитаю какое-либо слово, у меня хоть 150 раз повторить, я его не запомню. То есть надо сначала прочитать, потом я это слово воспринимаю, и я его уже могу дальше. Есть люди, которые на слух воспринимают информацию. Тогда вам лучше не книги покупать, а в интернете достаточно уроков, испанского языка. Выбирайте того, опять же, преподавателя, который вам подходит по темпераменту. Кому-то нужно академическое такое разжевывание с более спокойным темпераментом. Пожалуйста, вот смотрите полиглота, как вот там Дмитрия Петрова, например. Есть люди экспрессивные. Моему сыну, например, очень нравилась Ирина Мавсисян. Раньше она была Ириной Шипилиной, сейчас она как Ирина Мавсисян есть на Ютубе. Вот эта ее экспрессивность, она настолько нравилась моему сыну, что вот он просто с утра до вечера ее смотрел. Он за полгода выучил испанский, когда приехал в Испанию, он говорил очень хорошо уже. И он не читал ни одного учебника, он все на слух, да, а я не могу на слух, мне надо вот читать и плюс кто-то смотреть. Нету единой формулы, ни для кого, да, все мы разные, каждый из вас выбирает. Самое главное это, во-первых, мотивация, нет мотивации, не будет у вас никаких знаний языка, да, то есть вы начнете учить, столкнетесь с первой трудностью и забросите, поэтому мотивация прежде всего. И второе, самое главное правило, это ежедневность. Если вы будете минимум 20 минут тратить каждый день на изучение любого языка, но каждый день, вы обязательно его выучите. за два месяца, за три месяца, за шесть месяцев, никто за вас не ответит, за какой период времени вы выучите язык, потому что, опять же скажу, все мы разные, у всех из нас разные ресурсы. Если вы будете, у вас не будет регулярности ежедневной, вы будете, например, выделять 10 часов по воскресеньям, тоже у вас ничего не получится. Будут какие-то, конечно, результаты, потому что, ну, нужно совсем быть, да, тупеньким, чтобы, просидев за учебниками 10 часов, ничего не запомнить. Но такого результата, как если вы, например, по 20 минут в день, но каждый день будете учить, результата не будет. Поэтому лучше каждый день. Хорошо, конечно, если вы будете выделять час-полтора часа, это будете делать ежедневно. И, конечно же, нужно использовать разные способы, потому что у нас у всех в разной степени, на самом деле, да, в разной степени, но у нас задействованы все механизмы памяти. То есть это хорошо нужно и читать учебники, смотреть видеоуроки. Когда вы уже наберете какой-то небольшой словарный запас, можно уже подключать такую функцию, как смотреть фильмы с субтитрами, например. А можно и сразу без субтитров. Понятно, что вы на первом этапе ничего не будете понимать, да. Но как идет дальнейшее изучение? Вы в речи начинаете выхватывать знакомые слова. Затем эти слова постепенно у вас начнут формироваться в фразы. И наступит тот прекрасный день, когда, просматривая фильмы, вы начнете вообще все понимать. Можно это делать с русскими субтитрами, но тут вы должны понимать вот какую речь. Наш мозг всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому можно будет пойматься в такую ловушку, как вы будете зависать на субтитрах и не слушать. Можно, например, делать такой вариант. Посмотрели серию с субтитрами, потом субтитры отключили и смотрите чисто на испанском языке. Какие я еще использовала средства для изучения испанского языка, которые мне очень хорошо, кстати, помогали. Но опять же, потому что я визуал. Возможно, вам это будет абсолютно не нужно. Я писала карточки со словами. Каждый день писала 10 карточек. Они у меня лежали в изголовье кровати. Утром я просыпаюсь, беру эти карточки, свежие сначала, вчерашние 10 карточек. С одной стороны у меня там слово или фраза. Я не писала больше, чем фразы из двух слов на карточках. С одной стороны на испанском языке, на другом, на русском языке. То есть вы сначала прогоняете на испанском, вспоминаете, как это по-русски, потом прогоняете в обратном порядке. Читаете на русском и вспоминаете, как на испанском. Еду на работу, с собой беру карточки, сижу на совещаниях, провожу совещания. Ну, там, вопросы всем раздала. Теперь главное слушать. Поскольку все равно все-все будут одно и то же рассказывать, в это время я под столом перебирала карточки с испанскими словами. Вот так вот это у меня работало. Кстати, карточки в моем случае давали мне очень большую помощь именно для расширения словарного запаса. Что еще? Мне очень помогли книги по изучению испанского языка по системе Ильи Франко, по-моему. То есть, когда постоянно читаешь, и у тебя там в скобочках перевод идет. И суть его этой системы Ильи Франко в том, чтобы не зубрить, а читать с удовольствием и понимать. Опять же, все зависит от вашего восприятия. Я не верю в то, что можно с нуля так изучить испанский язык, потому что я больше верю в академические способы, когда вы знаете правила, правила склонения, правила построения предложения и так далее. А вот именно для того, чтобы расширить опять же словарный запас, потому что одно дело иметь основу, скелетик, это знание правил построения, склонения глаголов, да, это самое вообще проблематичное, наверное, в любом языке. Вот. А потом уже на эту основу, на этот скелет нужно наращивать словарный запас, потому что от того, насколько у вас обширен словарный запас, люди понимают вашу глубину знания языка. И вот как раз-таки чтение книг по системе Ильи Франко, они мне помогали расширять словарный запас, потому что книги были на любые темы, на жизненные, то я там про животных почитаю, то какой-нибудь исторический опуск, и поэтому каждая книга мне давала расширение в какую-либо одну тему. Ну, а потом я просто начала заниматься переводами для себя, переводила тексты по Испании, никогда жила в Испании, по Аргентине, и сейчас делаю, перевожу тексты, да, для своих сайтов пишу, и это мне опять же помогает расширять словарный запас в той или иной тематике. И, конечно же, телевизор. То есть, если вы живете в России, ставьте опять же эти фильмы, мультики на испанском языке, чтобы они у вас все время были фоном, чтобы вы привыкали к языку, можно даже не обязательно смотреть. То есть, перед этим я говорила о том, что нужно смотреть фильмы на испанском языке, это да, это идет к системе внимательного просмотра. А вот, когда вы занимаетесь чем-то другим, по дому, какими-то домашними делами, ну, ставьте песни на испанском языке, ставьте фильмы на испанском языке, пусть они у вас фоново звучат. Это такое вот идет привыкание к языку, и где-то что-то вы, да, будете вы понимать на первое, ну, вот, если мы говорим об этапе, только начало изучения. То же самое, если когда вы уж приехали в страну пребывание, вот вам, пожалуйста, языковая среда, включайте телевизор, и пусть у вас телевизор все время трендочит. Я вот замечала за собой, когда там в Испании жила, год без телевизора, и я чувствую, как у меня язык уплывает, по-моему, как раз период был пандемии, когда и меньше общения было непосредственно с испанцами, все мы там сидели по коморкам закрытые, и в этот период как раз я жила в квартире, где у меня не было телевизора, я чувствовала, у меня уплывает испанский язык, срочно нужно на компьютере постоянно включать какие-то программы на испанском языке и слушать испанский язык постоянно. И еще очень хорошее правило, читать как минимум 15-20 минут в день на испанском языке, независимо от того, какой у вас уровень знания языка. Даже если начальный уровень, и вы не понимаете, что вы читаете, читайте. Читать на испанском языке легко, потому что в принципе по-испански как вы видите, так вы и произносите там правила исключения просто на пальцах одной руки, в отличие от английского языка. Когда видите одно, произносите другое. поэтому начинайте, если вы хотите выучить испанский язык, несмотря на то, сколько вам лет, у вас это обязательно получится. У меня получилось, почему у вас не получится? Мотивация, настойчивость, да, и вот эта регулярность. Ну и когда вы уже приедете в любую страну, в Аргентину, например, в Испанию, в другие страны Латинской Америки, везде есть курсы для вновь приехавших, зачастую это бесплатные курсы. В Испании есть, в Аргентине есть, есть платные курсы, но здесь вы уже смотрите сами. Я, например, когда в Испании пошла на курсы испанского языка, такие вот групповые, но я, правда, тоже пошла, когда я уже в принципе говорила и уже, по-моему, год жила, не знаю, что меня туда потянуло, но я выдержала один урок. Почему? Потому что я весь урок слушала чужие ошибки, и я поняла, что мне это не надо. Поэтому, если вам позволяют средства, то, конечно, и вы хотите изучать, да, это тоже один из главных способов изучения испанского языка, изучать с учителем. Но это должен быть именно учитель, который знает именно, как учить, а не просто, который умеет и говорит по-испански. Потому что это абсолютно разные вещи. И если можете себе позволить, то, конечно же, лучше брать учителя для индивидуальных занятий, чтобы он занимался только с вами. Потому что у групповых занятий есть плюс, да, то, что это дешевле, но есть огромный минус, то, что вы будете слушать чужие ошибки. Можете их запомнить и потом сами с такими же ошибками говорить. Поэтому вот лично я, но опять же, это мое личное мнение, я против групповых занятий. Лучше меньше этих уроков с преподавателем индивидуальных занятий, но они пусть лучше будут индивидуальны. Тем более, что сейчас столько этих онлайн-школ, причем достаточно профессиональных, по достаточно вменяемым ценам, что, мне кажется, если у вас есть цель выучить язык, то всегда можно эти средства найти. Тем более, вот я у некоторых читаю, сколько тут платят в Аргентине за групповые занятия в школах в месяц. Я знаю онлайн-школы, где вы заплатите, мне кажется, даже меньше за месяц, изучая это все индивидуально. Поэтому потратьте лучше время, изучите этот вопрос с онлайн-школами, подберите для себя и начинайте изучать. Да, кстати, еще забыла сказать, в наш век технологий много различных приложений есть, типа Дуа-Лингва, я сейчас уже не помню, не буду называть, какие-то еще есть, Бузу, по-моему. Тоже, кстати, неплохие варианты, особенно там едете, когда в транспорт, вполне можно пользоваться втихаря, сидеть, чтобы время не терять. Я не знаю, едете в дальнюю поездку, каждый день вы на работу, если едете не сами за рулем, а в общественном транспорте, но используйте все это время для изучения, ставьте аудиокниги, слушайте. Слушайте, ну вот сегодня, 21 век, столько есть цифрового материала для изучения языка, что просто нужно, еще раз повторюсь, нужна мотивация и нужна регулярность, и вы обязательно выучите. Ну, в принципе, на этом у меня все, но чтобы у вас была мотивация, я еще немножко пройдусь тут, прогуляюсь, покажу вам нашего Палермо в Буэнос-Айресе. Всем пока-пока, с вами была Елена Вивас, пишите в комментариях, как вы изучали язык той страны, в которой вы сейчас живете, какой у вас уровень, делитесь своим опытом изучения испанского, английского языка, и так далее. Я пойду подготовлю вам какое-нибудь новое другое видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok